Приветствую всех! Сегодня мы поговорим о французских линкорах типа Ришелье. Планировалось построить четыре корабля. Это Ришелье, головной корабль серии, Женбар, Лимонсо и Гасконь. Но были построены и спущены на вот только первые два корабля. Что касается Клемонсо и Гасконь, то первый был заложен в январе 1939 года, а в июне 1943 года был превращен в понтон. Гасконь же существовал только в проекте. Ну а теперь переходим к предыстории. А началось все с состоявшейся в 1922 году Вашингтонской конференции, которая ограничила строительство линкоров. По ее условиям водоизмещение линейных кораблей не могло превышать 35 тысяч тонн, а главный калибр 406 миллиметров. Соглашение также ограничивало общий тоннаж, порядок строительства новых линкоров и устанавливало десятилетний перерыв в строительстве новых кораблей. По условиям Вашингтонского соглашения, Франция и Италия имели возможность первыми начать строить линкоры, общим водоизмещением в 70 тысяч тонн. В 1932 году во Франции был заложен первый линкор «Дюнкерк». Он должен был стать ответом на строительство в Германии карманных линкоров типа «Дойчланд». Непосредственным ответом на эти два события стало утверждение французским парламентом строительства второго корабля типа «Дюнкерк» — Страсбурга. Сложившаяся ситуация была обсуждена 25 июня 1934 года на заседании Верховного морского совета. На нем было решено, что для противодействия германским линкорам будет достаточно двух линкоров типа «Дюнкерк». Но на Средиземном море в противовес новым итальянским линкорам необходимо строительство двух линкоров с максимально возможным по Вашингтонскому соглашению водоизмещением в 35 тысяч тонн. Проект получил официальное название ПН-196, а на следующем заседании 24 июня 1934 года были сформулированы требования к нему. Водоизмещение — 35 тысяч тонн. Главный калибр — 8 или 9 380-мм или 406-мм орудий. Сформукательный калибр должен быть универсальным, с возможностью стрельбы по наземным и воздушным целям. Скорость — 29-30 узлов. Пронирование. Пояс — 360 мм. Верхняя палуба — 160 мм. Нижняя — 40. ПТЗ, как на Дюнкерке. При этом начальник Генерального морского штаба Адмирал Дюранмиль считал, что новые линкоры должны были быть эволюционным развитием Дюнкерка с орудиями в двух носовых четырехорудийных башнях. Технической службой флота были разработаны несколько эскизных проектов. На ранних этапах отказались от 406-мм орудий. Для четырехорудийных башен максимально возможным оказалось вписать только 380 мм. При использовании трехорудийных башен все проекты изначально превышали 35 тысяч тонн. 27 ноября 1934 года Верховному совету флота были предоставлены на рассмотрение шесть проектов, все с орудиями калибра 380 мм. Самым сбалансированным выглядел проект номер один. Проекты номер два и три имели чуть лучше сектора обстрела при том же количестве орудий, но при этом имели скорость на два узла меньше. Проект номер четыре, хотя и имел девять орудий, но был на тысячу тонн тяжелее лимита Вашингтонского соглашения. Поэтому проект номер один был принят Верховным советом на дальнейшую работу. Ну а теперь поговорим конкретно о Ришелье и Страсбурге. Итак, первый у нас Ришелье. Заложен 22 октября 1935 года. Спущен 17 января 1939 года. Вошел в строй 15 июля 1940 года. После нападения Германии на Францию линкор Ришелье 18 июня 1940 года отбыл в Дакар, вывозя в трюмах золотые запасы Франции, Бельгии, Польши и частично Нидерландов. Там 8 июля линкор был атакован британскими самолетами и получил попадание в корму. В сентябре того же года участвовал в морском бою, когда британское соединение попыталось принудить французский корабли к сдаче. В бою Ришелье добился одного попадания в английский линкор Бархам. Французский линкор больших повреждений не получил, лишившись одного из орудий главного калибра в результате разрыва снаряда в стволе. В январе 1943 года линкор отправился в Нью-Йорк с целью восстановительного ремонта и перевооружения. А уже в октябре 1943 года Ришелье отправился в порт Мерс-эль-Кибир. В 1943-44 годах вместе с силами британского флота участвовал в освобождении Норвегии. После окончания Второй мировой войны линкор использовался для конвоирования французских войск в Индокитае. Осуществлял артиллерийскую поддержку их высадки на побережье. После совершения визитов в Великобританию и Португалию в 1948 году переоборудован в артиллерийский учебный корабль. В 1958 году вошел в состав резервных сил. Спустя 10 лет, устарев морально, в 1968 году был отправлен на лом на верфи в Генуе. В порту города Бреста было установлено одно из 380-мм орудий линкора Ришелье. Это орудие, как памятник, стоит и поныне, напоминая о славной службе линкора. Так, ну и теперь у нас Жанбар. Заложен 12 декабря 1936 года. Спущен на воду 6 марта 1940 года. Вошел в строй в январе 1949 года. После нападения Германии на Францию, готовый приблизительно на 75% Жанбар в июне 1940 года отбыл в Касабланку. К тому моменту на нем была установлена только одна из двух башен главного калибра. В ноябре 1942 года французский флот в Касабланке был атакован американскими кораблями и самолетами. Жанбар вступил в бой с линкором Массачусетс и получил множество попаданий от снарядов калибра 406 мм. Поднятые с авианоска Рейнджер самолеты атаковали Жанбар и добились попадания у него двух бомб калибра 450 кг. В результате чего тот получил пробоину и лег на грунт. Линкор пролежал на грунте у Касабланки еще два года. После окончания Второй мировой войны линкор был поднят и после краткого ремонта в 1945 году отправлен во Францию. В 1949 году его строительство было завершено. В том же году он официально вошел в строй, однако окончательно достроен и снаряжен был только к 1955 году. В 1956 году участвовал в советском кризисе. В 1957 году линкор был переведен в состав резервных сил. В 1961 году был выведен из строя флота и в 1970 году разобран на верфи в специи. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии и всего доброго.